Ночное приключение Поселок Бахта Алексей Владимирович Поедет на ночную рыбалку Один Здесь на устье Бахты На Налима попробую порыбачить Для Толя Счастливый человек мне показал Как это делается Сейчас поеду А сейчас не включи Вот это треска Вот это я понимаю Андрей Иванович Виночек Вот это рыбанька Не помнишь А вот дядя Толя виновник торжества Это он мне научил Так, ничего проверяем Взял 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 Не в лодку Вон еще одну грузит А я поехал На часик Сейчас на полтора Сгоняю Надеюсь на камеру Поймаю Налима Если он света не испугается Это Артур Еще на камеру Скажи где самый крупный Налим На глубине Речнее брать Речнее Бери речнее Там с берегом мелкий будет А на глубине он покрупнее Попробуем со светом его поймать Весь смысл рыбалки Так, ну я так понял Его надо На два крючка насаживать Так Неопытный У мужиков Лучше получается И проще Сопливый В рот Так На второй крючок Ну что ребята Пробуем Сегодня рыбаков Вообще никого нет Ни один Ну и весь смысл Какой По дну В одну Его надо Скучать Ну удочка Дядь Толя Счастливые люди Должно быть Мне повести На нее Единственное Чтоб я только еще Правильно встал Тут в темноте Вроде не знаю Нюх Счастливые люди Тихо, 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 тихо. Есть! Ни хера не вижу. А, небольшенький, но есть. Ну что, можете меня поздравить? Поймал! Поймал! Ну, Леня, красавчик! Дед Толя тоже и живет сохранился, но... Ну, как вам налим? Как налим? Охренеть! 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 Вот это чудеса! Единственное, что не сделал и не взял, это чем вытаскивать. Этот еще, ладно, не сильно заглотнул. Тихо, 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 тихо. Вот. Что, надо перчатки одевать! красавица серия номер два покрупнее бы поймать ну клюет но похоже на то и менее для толь прав был но не подошел так быстро первый муж он конечно первый последний надеемся еще хотя бы 1 поймать так и и и Удар был, но... Я надеюсь не сбил, не понял, есть, покровка такая! Ушел, ушел, ну слава богу хоть не этого оставил. Нам интересно так он подходит и не сразу берет, может и не сразу. Он как мусоливый что ли, вот второй. Но я его почувствовал. Загадывать не будем. Хотя бы еще парочку поймать и можно счастливым ехать домой. Ну не совсем домой, а в Бахту. Ну азартная, азартная рыбалка, но... Дядя Толя... Артур и дядя Толя спасибо огромное. Даже если сегодня ничего уже не поймаю, я уже доволен. Сошел, сошел. По зубам ему, по зубам. Такое ощущение, что этот такой довольно покрупнее был. Здесь. Сразу. О! Хороший что ли или что? Ну чуть-чуть, чуть-чуть покрупнее. Стандарт. Стандарт. Взял, всего живца сожрал. Я быстрее уеду, зато живцы закончатся. Так. Этот продолговатый. Продолговатый. Но все равно неплохо, прикольно. Так. Стоял, не уходил. Подошел, клюнул, зацепился. И все равно стоял. Таймень бы, конечно, уже второй раз бы так не клюнул. А весной, из-подо льда, говорят, вообще клюв белья, это просто сумасшедший. На налима. Если на эту стукалку, то он при желании может клювать неплохо. Азарт великая штука, но что-то азарт начинает пропадать. Недолго и задерживаться нельзя здесь тоже. Мужики будут переживать. Столько было радости. Думал, сейчас как с десяток поймаю, приеду. А хрен. Двоих вытащил, один сошел. Почему-то все мужики мне сказали, лучше всего на рша почему-то ловится. Вот тут четыре ша было. Хотя дед Толя на зиму сорогу заготавливает. Он, кстати, как в фильме-то все живца заготавливает себе. А он говорит, я замораживаю, попробовал. Нормально, так же ловится, неплохо. Он-то сейчас на охоту уйдет. Ему за живцом некому следить, поэтому... Ему проще наловить. Сейчас и заморозить сорожку мелкую. Груль так живо начал клевать. Такое ощущение, что его здесь просто все дно усеяно. По-моему, резко прекратилось. Может у него период такой, что-нибудь с девяти до десяти клев хороший. В принципе, такое тоже возможно. Клев закончился. Грустно. Ни одной поклевки за это время не было. Теперь я понимаю, что такое поклевочка, когда он подходит. Рыбка большая и маленькая. Вот, есть. Вот это, хороший наверное, мне кажется. Да, этот хорошенький. 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 Все-таки дождался я. Дождался я своего. Взял-то он так нежно, нежно, нежно. Хорошенький. 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 Вот это, да? Вот это уже поинтересней. Рыбалка. Вот это поинтересней рыбалка. Вот это поинтересней рыбалка. Дождался своего третьего. Что-то охота так четвертого поймать. Сейчас время посмотрю. Вот это хорошо. Вот это ништяк. Вау. Какой там ясь. Какой там ясь. Налим. Бахтинский. Ладно, втихаря попробую четвертого. Ну этот. Так взял ласково. Самый крупный. Но взял так. Действительно как таймень. Терри. Продолжение следует... Продолжение следует... За подбородок цепанулся... Брюхо у него будет на пересвете... Тихо... Тихо... Родной... Опа... И еще один... Ну этот другой немножко... Он длинный, прогонистый... Кстати, такой же, как и второй был... Длинный какой-то, прогонистый такой... Ну что, все... Домой... Все домой хорош... Да? Кормилица ты бахтинская... Налим это... Кормилица бахтинская... Эта рыба... И мясо ее зря не пропадет... Все... Всем спасибо... Ну что... Бахта тебе спасибо огромное... За налима... Деда Толя... Огромное спасибо... Счастливый человек... Артур... Тоже огромное спасибо... Ой... Ништяк прям... О... Оторвался... Я думаю, можно даже за тайменем не ехать... Фух... Все... Поехали...